Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марина Баль. Водка и чай в Удмуртии дороже, чем у соседей по Приволжскому округу. Сколько стоят другие продукты, проверили народные контролеры. Вместе с ними и Светлана Буланова. Ей слово. Тамара Николаевна подсчитала, ее продуктовая корзина обходится 500 рублей. При этом, говорит, деликатесы на себя не балуют. Покупает лишь самое необходимое. Есть, конечно, дешевые варианты. Вот творог дорогой. Молоко тоже. Сегодня закупочная цена на молоко 17 рублей 73 копейки. А переработанное молоко уже почти что за 37 рублей, то 20 рублей переработка, без торговли. Нашли контролеры молоко и за 25 рублей 90 копеек. И по сравнению с февралем молоко сейчас дешевле. Зимой литр стоил почти 38 рублей. Упала цена и на яйцо. Яйцо стоило 59,90. Самое дешевое. Сейчас мы видим какую цену. 46,90. Рейды народные контролеры проводят регулярно, два раза в месяц. Этот социальный проект партии «Единая Россия» призван сдерживать рост цен на продукты первой необходимости. Наверное, два года это как минимум проводятся вот такие рейды для того, чтобы действительно товары первой необходимости, нужные для наших самых незащищенных слоев населения, были доступны. И контролируя и мониторивая эту ситуацию, мы, конечно же, я думаю, помогаем, в том числе и сдерживаем те цены, которые есть в наших магазинах. Курс рубля стабилизировался, добавляют ревизоры. Поэтому и цены сегодня выровнялись. Резкого скачка не наблюдается. И если зимой капуста в Удмуртии была самой дорогой в Поволжье – 43 рубля за килограмм, то сейчас скачан прошлогодний можно купить за 25 рублей. Правда, свежая стоит почти 40. Мы по той же капусте занимаем по цене одни из последних мест, будем так говорить, в ПФО. Цена самая низкая, одна из самых низких. Средняя цена. А если по-хорошему походить, посмотреть, то можно купить продукцию и ниже средней цены. Вы тоже обратили внимание на овощную продукцию, что можно купить и огурцы ниже средней цены, и помидоры, и картофель даже свежий. Дешевле стали и куры, а вот стоимость мяса выросла. Неизменной остается лишь цена на хлеб. Заморожена цена на хлеб у нас самими хлебозаводами уже с января месяца. И цена 20,50 на пшеничный и 19,90 на Дарницкий так и есть на сегодня с января месяца. Ничего не меняется. По статистике, среди приволжских регионов у нас самый дешевый картофель и лук. И мы находимся на шестом месте по ценам на свинину, говядину и сахар. А вот чай и водка в Удмуртии – одни из самых дорогих. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». В региональный ГИБДД сменился руководитель. О своей отставке Альберт Галимов заявил накануне. К журналистам он пришел в Гражданском и напомнил, что два года назад уже просил об отставке, но тогда его просьбу отклонили. Альберту Галимову 47 лет. В марте месяце мной было принято решение завершить карьеру. И подан рапорт на имя министра внутренних дел МВД России, колокольца Владимира Александровича. У нас такая техническая такая момент. Генералом Перухиным данный рапорт был согласован. И, собственно говоря, процесс моего завершения службы был запущен. Прошедшую пятницу приказом уже Министерства внутренних дел Плодморской республики я, собственно говоря, зачислен в запас. В системе ГИБДД Альберт Галимов прослужил четверть века. Последние 10 лет из них возглавлял ведомство. Сейчас офицер намерен заняться воспитанием младшего сына. Обязанности главы ГИБДД до официального назначения будет исполнять его заместитель Александр Карабинник. Осложнение дорожной обстановки вынудило инспекторов ГИБДД выйти в рейд по велосипедистам. Их количество с каждым годом увеличивается. А вот правила знают единицы. И самое страшное – под колеса автомобилей попадают дети. Елена Лебедева продолжит. Переклёсток Кирово-Горького-Выжевский. Через этот пешеходный переход велосипедисты проезжают один за другим. Порой и не снижая скорость, невзирая даже на инспекторов ГИБДД. У нас на пешеходном переходе обладает преимуществом пешеходы, правильно? А велосипедист – это другой участник дорожного движения. Соответственно, на пешеходном переходе он не обладает преимуществом. Вот почему нужно спешиваться, прежде чем переехать в прежнюю часть. Просто торопился и быстро проехал через пешеходный переход. Вот чем может обернуться такая спешка и невнимательность. Это ДТП произошло на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинская. Только чудом подростку удалось избежать серьёзных травм. В последний момент он успел спрыгнуть с велосипеда. Юноше 14-16 лет. В ушах наушники и взгляд вдаль. Собирательный портрет велосипедиста-нарушителя. Статистика дорожных аварий с их участием всё тревожнее. За несколько месяцев уже 12 ДТП. Шесть человек получили травмы, одного не спасли. Прежде чем сесть за руль велосипеда, инспекторы настоятельно просят перечитать правила. На дороге общего пользования могут выезжать велосипедисты в возрасте старше 14 лет. Двигаться они должны в один ряд по правому краю проезжей части. На дорогах, имеющих более двух полос, им запрещено разворачиваться или поворачивать налево. Самое основное правило, которое нарушают велосипедисты, это пересекает проезжую часть пофту, нерегулируемый в том числе пешеходным переходом, не спешиваясь, то есть переезжает на велосипеде. А за такие нарушения лихачей дорожная полиция может и наказать штраф в 800 рублей. За детей в ответе родители. На учет, конечно, малолетних нарушителей не ставят, но если поймают повторно, спрашивать будут по всей строгости. Елена Лебедева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Отчий дом – так называется летний оздоровительный трудовой православный лагерь для детей и подростков. Он работает в Сарапуле уже 13 лет при военно-патриотическом клубе «Гвардия». Ребята постарше выезжают в поисковые экспедиции по местам боев Великой Отечественной, а трудовой десант каждое лето помогает одному из местных монастырей и храмов. Елена Рверчук подробнее. Смотри, вот основная, а вот эти маленькие, видишь, вот чтобы они из основной стуги не брали силу, мы их убираем. Татьяна Кузнецова уже второй десяток лет – душа и голова летнего трудового лагеря. С детьми она побывала, пожалуй, во всех храмах Сарапула. Везде нужна помощь. Здесь на 30 сотках при возрождаемом женском благовещенском монастыре тоже. Он был основан еще в середине 19 века и славился иконописью и золотым шитьем. Во время гражданской войны был разрушен. Владыка Викторин повелел монастырь восстановить. Сейчас здесь работают волонтеры. Милосердие – это и есть добро на деле. То, что они делают, они знают, что они делают это доброе дело, помогают. И дети меняются. Даже родители сами говорят, что они не столько дома, сколько вот сюда родцы работают. Чтобы это, когда вырастешь, можно будет, это огород у тебя будет свой, можно будет, что в детстве делал, и можешь тоже убираться. Или вот родителям помогать. Для детей работа нехитрая. Прополка, полив, уборка до полдвенадцатого. Потом трапеза. Сейчас, как и положено по православным канонам, постная. Чем мы сегодня куруем? Постный плов с грибочками и рассольник. И еще очень простая салатик на растительном масле. Все очень вкусно. Они очень умные и беседы мне такие сами устраивают. Можно сказать, не я их устраиваю. Они спрашивают, и мне приходится отвечать иногда. Даже как бы врасплох меня застают. Какие вопросы врасплох вас застают? Вопросы? Ну, во-первых, духовные, да. От цели спасения. Для чего? В церковь ходить там. Трудовой десант добровольцев из Сарапула, детей и взрослых, уже работал на восстановлении храма Петра и Павла, Ксении Петербургской и Серафима Саровского. С их помощью рано или поздно восстановят и этот Благовещенский монастырь. В начале июля здесь установят освещенный крест. Елена Реверчук, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Тысяча посетителей в день. Дом Чайковского в Воткинске едва справляется с наплывом гостей. Но музейные работники такому интересу только рады. Реконструкция усадьбы прошла не зря. Чем там готовы удивить гостей, расскажем. У Маргариты Метляковой редкая свободная минута. Да и ту приходится посвятить журналистам. День научного сотрудника расписан без преувеличения по минутам. Экскурсии нон-стоп. После реконструкции Воткинский дом Чайковских собирает аншлаги. Здесь принимают теперь до тысячи гостей в день. Я второй раз в доме Чайковского. Первый раз я буду порядка десяти лет назад. То, что сегодня тут показали, конечно же, это две большие разницы. В книге отзывов все меньше чистых страниц. Записи на разных языках мира. Гостям показывают уникальные экспонаты, которые раньше еще никто не видел. Кое-что достали из музейных фондов. Некоторые появились благодаря реставрации. Вот эти игрушки были найдены во время реставрации в простенке дома. И действительно стало известно, что эти игрушки относятся к периоду жизни Чайковских в Воткинске. И можно себе представить, что этим пасхальным яичком и грибочком играл когда-то маленький Петя Чайковский. Все эти мелочи, будь то только что оставленные хозяевами, создают атмосферу жилого дома. И впервые за всю историю музея здесь теперь звучит музыка. На огромном 3D-экране сюжеты из жизни композитора. Здесь будет интересно даже тем, кто возьмет билет без услуг экскурсовода. Хотя во время реконструкции долго спорили, нужны ли усадьбе 19 века такие спецэффекты. Сейчас, когда мы наблюдаем особенно за детскими глазами на экскурсиях, когда они удивляются и восхищаются всеми этими новшествами, мы понимаем, что мы сделали правильно. Для нового поколения этот язык более понятен. Экспозиционные залы развернули не только в доме. На лето открыли двери амбаров, конюшен, ледника. Здесь планируют задействовать каждый квадратный метр музейного пространства. Следующим этапом будет создание экспозиции на территории усадьбы. Мы вновь возобновим, но в несколько другом виде экспозиции в избе садовника, в людской избе. Концертный зал у нас в музее небольшой, 100 мест. А нам бы хотелось привлекать публику как можно больше. И поэтому мы делаем концерты на территории. Ближайший концерт под открытым небом в Откинском музее Чуйковского дадут джазовые музыканты. Марина Балин, Анастасия Рядько и Юрий Дроздов. Телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам. До встречи.